Сказка братьев Гримм. Лесная старуха. Читает Павел Беседин. Раз проезжала одна бедная служанка со своими господами через дремучий лес. И вот, когда они находились в самой его середине, выскочили вдруг из лесной чащи разбойники и поубивали всех, кого удалось им схватить. И погибли все. Только одна девушка и успела, выскочив со страху из кареты, спрятаться за деревом. Когда разбойники ушли со своей добычей, она вышла из-за дерева и увидала, какое несчастье случилось. Заплакала она горькими слезами и говорит, что же мне теперь бедной делать? Не знаю я, как мне из леса выбраться, ведь тут ни одной живой души не найти. Видно, придется мне с голоду пропадать. Вот пошла она искать дорогу, но найти ее не могла. А между тем уже завечерела и села она под деревом, отдав себя на волю Господню. И решила так здесь и сидеть и никуда не уходить. Что бы там ни случилось, вот сидит она и вдруг прилетает к ней белый голубок, держа в клюве маленький золотой ключик. Положил он ей ключик в руку и молвил, видишь, вон стоит большое дерево, есть в нем замочек, ты отомкни его этим ключиком и найдешь там много всякой еды и не придется тебе тогда голодать. Подошла девушка к дереву, открыла его тем ключиком и нашла в маленькой мисочке молоко и белый хлеб. Накрошила на его молоко, поела и выпила, наелась досыта и говорит, время уже такое, что и куры на носе садятся, а я утомилась, вот пора бы мне тоже лечь в свою постель. И прилетел снова белый голубок и принес в клюве второй золотой ключик и молвил, отомкни вон то дерево и найдешь в нем себе постель. Отомкнула она дерево и нашла хорошую, мягкую постельку. Помолилась она богу, чтобы охранял он ее в ночи и легла она и уснула. Прилетает на утро в третий раз голубок, приносит ей снова ключик и говорит, отомкни вон то дерево и найдешь ты в нем платье. Отомкнула она дерево и нашла в нем шитые золотом и украшенные драгоценностями платья, каких не найти ни у одной королевы. Так и жила она до той поры и времени и прилетел всякий день, прилетал голубок и доставлял ей все, что было ей надо. И то была тихая, хорошая жизнь. Но прилетел один раз голубок и спрашивает, согласна ли ты мне оказать одну услугу? Да, я охотно окажу тебе услугу, сказала девушка. И молвил тогда голубок, я поведу тебя к небольшой избушке. Ты войди в нее и увидишь там у очага старуху. Она скажет тебе здравствуй, но ты не отвечай. Что бы она ни делала, по правую руку от нее будет дверь. Ты открой ее и войди в комнату. Там будет лежать множество разных колец, и будут среди них великолепные кольца с блестящими камнями, но ты их не трогай, а выбери себе самое простое и принеси его мне как можно скорее. Пошла девушка к избушке, подошла к двери, видит, сидит там старуха. Удивилась она, увидав девушку, и говорит. «Здравствуй, дитя мое». Но та и ничего не ответила, и пошла прямо к двери. «Ты куда?» – крикнула старуха, схватила ее за юбку и хотела было удержать. «Это мой дом. Сюда против моей воли никто входить не смеет». Но девушка, не сказав ни слова, вырвалась от нее и вошла прямо в комнату. И лежало там на столе великое множество разных колец. Они сияли, сверкали, и стала девушка рыться в груди колец, ища самого простого, но такого она найти никак не могла. Вот ищет она колецо и вдруг замечает, что старуха уходит, крадучись из комнаты, держа в руках птичью клетку. Подошла тогда девушка к ней, взяла у нее из рук клетку, подняла ее, посмотрела, видит, сидит в ней птица и держит в клюве простое кольцо. Взяла девушка то кольцо, обрадовалась, бросилась из той избушки бежать, думая, что вот-вот прилетит за кольцом белый голубок. Но он все не прилетал. Прислонилась тогда девушка к дереву и стала белого голубка дожидаться. Вот стоит она у дерева и становится оно вдруг гибким и склоняет вниз свои ветки. И вдруг обвились ветки вокруг нее и стали они руками. Оглянулась она, видит, обратилась дерево в прекрасного юношу. Он обнял ее нежно, целуя и сказал, ты освободила меня от заклятия и от власти старухи, злой ведьмы. Она обратила меня в дерево, но каждый день я бывал по несколько часов белым голубем. И пока кольцо было у нее, я не мог вернуть свой человеческий облик. И освободились от злого заклятия заодно и его слуги и кони, что были тоже обращены в деревья. И стояли они теперь рядом с девушкой, а затем поехали они к нему в королевство. Ведь был тот юноша королевичем, и поженились они, и стали жить и поживать припевающие. Вот и сказке конец, а кто слушал, тот молодец, ребята.